МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁ ТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права и как бороться с нарушителями, рассказываем все, как есть на самом деле. Меня зовут Герман Кудьяров. Здравствуйте. По ряду многих причин участниками преступлений бывают несовершеннолетние. В основном они ездят на автомобилях без прав, совершают кражи и разбои. Видов преступлений целая масса. Как и за что могут быть наказаны малолетние преступники? И чем наказания отличаются от наказаний несовершеннолетних? Об этом мы не только расскажем сегодня в программе. Но сначала о последних новостях прокуратуры Ставропольского края. Между обществом с ограниченной ответственностью и Ставропольским краевым колледжем искусств в июне заключен контракт на капитальный ремонт общежития. Цена контракта составила более 9 миллионов рублей. Работы должны были быть выполнены до августа, однако подрядчик нарушил сроки. Он привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере более 233 тысяч рублей. Ситуация находится на контроле. Житель села Курсавка в феврале получил водительские права категории «Б». Однако, согласно сведениям из Андроповской районной больницы, мужчина имеет медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Сев за руль, водитель может создать угрозу участникам дорожного движения. Прокурор Андроповского района предъявил в суд административное исковое заявление о прекращении действия прав управления транспортными средствами. Суд удовлетворил требования прокурора. Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос сотрудникам прокуратуры Ставропольского края. Вы спрашиваете, а мы отвечаем в нашей рубрике. Здравствуйте! Меня зовут Полина Пушкарная. И мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Имеют ли право инвалиды обслуживаться вне очереди? Если да, то в каких учреждениях? Итак, указом президента Российской Федерации 26 июля 2021 года за номером 437 в указ президента Российской Федерации за номером 1157 были внесены изменения, в соответствии с которыми инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды и лица, сопровождающие таких детей, обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, учреждениях здравоохранения, образования и культуры. Также в юридических службах и других организациях, обслуживающих население. Указанные категории граждан также пользуются правом вне очередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций. Ранее право на обслуживание вне очереди распространялись только на инвалидов 1 и 2 групп. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире программы следующий четверг. Оставляйте свои вопросы на почту, которую вы видите на своих экранах. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОКО Государева говорим о преступлениях среди несовершеннолетних. У нас в студии начальник апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Ставропольского края Татьяна Черноусова. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Черноусова. Начальник апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Ставропольского края. Окончила Северокавказский государственный технический университет. В органах прокуратуры работает с 2008 года. Занимала должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Ленинского района города Ставрополя, старшего помощника прокурора промышленного района города Ставрополя, прокурора и старшего прокурора отдела аппараты прокуратуры края. Нынешнюю должность занимает с марта 2021 года. Поощрялась генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Ставропольского края. Расскажите о возрасте и о нарушениях, за которые наступает уголовная ответственность. По общему правилу, в соответствии с частью 1 статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, уголовной ответственности подлежат лица, достигшие ко времени совершения преступления возраста 16 лет. Вместе с тем ряд несовершеннолетних, которые достигли 14-летнего возраста ко времени совершения преступлений, также подлежат уголовной ответственности за преступления, исчерпывающий перечень которых предусмотрен также в указанной норме закона. К таким преступлениям относятся это убийство, статья 105, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, статья 111, похищение, статья 126, разбой, статья 162, грабеж, статья 161, умышленное завладение автомобилем без цели, хищение, статья 166, это также преступления террористического, экстремистского характера и другие. Следует отметить, что законодателям введена уголовная ответственность несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет, за тяжкие, особо тяжкие преступления, либо преступления, представляющие собой высокую общественную опасность. Почему законодатель определил именно этот возраст, как возраст, с которого лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? Несовершеннолетние, достигшие возраста 14-16 лет, уже достигли того уровня интеллектуального, психического развития, в котором они могут осознавать общественную опасность своих действий, отдавать им отчет и контролировать свои действия. В связи с этим возраст уголовной ответственности определен законодателям именно с 14-16 лет. То есть не из-за паспорта, да, как многие шутят? Нет, конечно. Расскажите теперь, пожалуйста, о том, какие виды наказания могут применяться к несовершеннолетним. Виды наказаний, которые могут применяться несовершеннолетним, регламентированы в статье 88 Уголовного кодекса Российской Федерации. К несовершеннолетним могут применяться штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные исправительные работы, ограничение свободы, а также лишение свободы. Следует отметить, что в сравнении с взрослыми лицами, которые привлекаются к уголовной ответственности, несовершеннолетним применяются более мягкие виды наказаний. Так, например, лишение свободы назначается несовершеннолетним на срок не свыше 10 лет. Также, к примеру, следует отметить, что за тяжкие и особо тяжкие преступления нижний предел наказания, которое может быть назначено несовершеннолетним, сокращается наполовину. То есть, если, к примеру, в санкции статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет, то несовершеннолетнему нижний предел наказания, который может быть назначен судом, составляет 2 года 6 месяцев лишения свободы. При назначении наказания несовершеннолетнему судом учитываются условия его воспитания, условия жизни, уровень психического развития, иные особенности личности, и также возможность исправления, в том числе, без изоляции от общества. Кроме того, в соответствии с требованиями статьи 73 Уголовного кодекса Российской Федерации, в случае, если будет установлено, что несовершеннолетний злоупотребляет алкоголем, наркотическими, токсическими веществами, суд может обязать несовершеннолетнего пройти обследование в наркологическом диспансере, либо при отсутствии противопоказаний и при наличии на то основании пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, либо токсикомании. А какие наказания чаще применяются к несовершеннолетним, вот, может быть, из вашей практики? Практика назначения наказания несовершеннолетним свидетельствует о том, что наиболее часто им назначаются такие виды наказаний, как обязательные работы, либо лишение свободы условно. Если говорить о статистике, то рассмотрено было в первом полугодии 2021 года 188 уголовных дел данной категории, а в прошлом году было рассмотрено таких дел 198. В том случае, если несовершеннолетними совершаются тяжкие, особо тяжкие преступления, либо совершаются преступления в период отбывания наказания по предыдущему приговору, в том числе условного осуждения, имеют место факты, когда судами назначается наказание, связанное с реальным лишением свободы. Но такой вид наказания, следует отметить, назначается несовершеннолетним, когда суд придет к выводу о том, что иные виды наказаний, они не могут достигнуть цели исправления подсудимого. А вот как раз об альтернативах хотелось поговорить. Какие они есть и в каких случаях назначаются? Да, с учетом категории лиц, которые привлекаются к уголовной ответственности, к несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой или средней тяжести, могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия с освобождением несовершеннолетних от уголовной ответственности. Меры принудительного, принудительные меры воспитательного воздействия применяются судом в том случае, если суд придет к выводу, что перевоспитание и исправление несовершеннолетнего возможно без назначения ему уголовного наказания. Такими мерами могут быть передача под назор родителя или иного лица, осуществляющего обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, обязанность возместить причиненный ущерб, ограничение досуга, либо иные меры, которые предусмотрены в уголовном законе. Кроме того, несовершеннолетний может быть освобожден от уголовной ответственности, например, в том случае, если потерпевшему был в полном объеме заглажен причиненный вред и было достигнуто примирение с потерпевшим. В этом случае, в соответствии с требованиями статьи 76 Уголовного кодекса, уголовное дело в отношении несовершеннолетнего может быть прекращено, то есть для него не наступает негативных последствий в виде судимости. Ну, то есть, грубо говоря, к примеру, украл телефон, телефон вернул и в мир все хорошо. Да, если потерпевший не имеет претензий, заявляет ходатайство о прекращении уголовного дела, то дело может быть судом прекращено. А бывают такие случаи, когда несовершеннолетние уклоняются от наказания? Что происходит в таком случае? Да, такие случаи тоже бывают. Уголовным законом предусмотрена возможность замены наказания, которое было назначено несовершеннолетним приговором суда, в том случае, если они злостно уклоняются от отбывания наказания, например, в виде обязательных либо исправительных работ. В этом случае выясняются обстоятельства и причины, по которым потерпевший уклоняется от отбывания наказания, то есть они должны быть, естественно, неуважительными. И в этом случае суд может принять решение о замене наказания более строгим видом. В этой ситуации также следует отметить, что суд не вправе заменить несовершеннолетнему наказанию лишением свободы. В том случае, если к уголовной ответственности привлекается лицо, которое в возрасте до 16 лет совершило преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также всем несовершеннолетним, которые совершили преступление небольшой тяжести впервые. Ну, в общем-то, подводя итог, можно сказать, что уклоняться от наказания не стоит, а еще лучше, конечно, не нарушать закон. Конечно, следует отметить, что, конечно, роль в этом должна быть еще и родителей, и педагогов, на которые возложена функция не только образовательного, но и воспитательного характера, которые должны регулярно разъяснять детям, ученикам о негативных последствиях, общественно опасных деяний. И это будет играть важную роль в профилактике преступности несовершеннолетних. Ну и будем надеяться, что это поможет. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. На этом наш эфир подходит к концу. Вы смотрели программу ОКО Государева, совместный проект телеканала СВОЁТВ и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Герман Кудеяров. Увидимся через неделю. Смотрите нас каждый четверг в 19.15. Субтитры создавал DimaTorzok